Мне кажется, в сборной России тогда был один герой, которого он не то героями называл. На самом деле он был большим героем. В 2008 году я не был звездой сборной, там были другие звезды. Мы так носили рояль просто для них. Вам не кажется, что Жирков лучший игрок последнего десятилетия России? Десятилетие, давайте сразу 30-летие. Если спросишь болельщика Спартака, он тебе скажет, поставьте Максименко. Если спросишь болельщика Зенита, он скажет, поставьте Лунева. Давай спросим того, кто знает об этом все. У Акинфеева есть такое качество, он не любит, в принципе, конкуренцию. То есть любой вид конкуренции, наоборот, его нервирует. Он не сидит на скамейке запасных и там втыкает в куклу что-нибудь, чтобы он то пропустил или травмировался. Эх, иди вакориге на поле не выйдет. Обидно, что практически каждый донс залетел. Так бывает, наверное. Привет, дорогие друзья! Сегодня в красивом городе на Неве. Я не один. Лёва! Алло! Привет! Кикарная погода. Наверное, несложно догадаться, зачем мы сюда приехали. Мы, конечно, приехали сюда на матч Россия-Бельгия. Последний матч домашней сборной России в этом отборочном цикле на Евро, куда она уже попала. Сильнейшей Бельгии. Команда номер три в мире. И мы здесь будем прям по полной, да? Да, я надеюсь, что мы отработаем эти три дня прям по полной программе. И у нас для вас будут сюрпризы. И мы сейчас на один из этих сюрпризов бежим, между прочим. Так что погнали! Скажи мне, дружище, в 2008 году кто у тебя был любимый игрок в сборной России? Я думаю, все-таки Рома Павлюченко. Рома Павлюченко? Да. Знаешь, мне кажется, в сборной России тогда был один герой, которого он не только героями называл. На самом деле он был большим героем. Ну, как мы узнали потом, тогда. Ну да! Он же носил рояль, его зовут Константин Зарянов. И мы сейчас к нему идем. Константин Зарянов, звезда сборной России, хотя звездой он себя, по-моему, не считает. Да, он обычный, но при этом очень естественный. Константин, спасибо вам огромное, что согласились с нами пообщаться накануне такого замечательного матча на таком замечательном стадионе. Та сборная 2008 года, в которой вы были звездой, и сборная сейчас, чем они отличаются? Ну, я сразу, во-первых, здравствуйте, да? Во-вторых, я хотел бы сказать, что в 2008 году я не был звездой сборной, там были другие звезды. Мы так носили рояль просто для них. Чем отличаются? Я скажу, что все-таки сборная Станислава Черчесова, она более организованная. Более организованная, потому что сборная Хиньега была такая более эмоциональная. Играли так вдохновенно. А видно по этой сборной, что они придерживаются плана все время и играют в один футбол. Сейчас вот уже по последним матчам заметно было. То есть менее эмоциональные, то есть они такие более сфокусированные? Более тактически обученные, вот так можно сказать, да. А сколько здесь таскает рояль по вашему? Здесь? Все одиннадцать. Все одиннадцать. Ну, может, десять с половиной, ладно. А кто половинка-то? Ну, половинка. Ну, можно Дзюбу доставить, что. Есть ли игрок какой-то в сборной, который напоминает Константина Зарянова 10 лет назад? Вот такой вопрос сразу задали вот в лоб. Я даже сейчас надо думать над этим. Естественно, это игрок центрополя должен быть, да. Головин, может быть. Немножко, ну, скорее всего, Головин ближе. А если вообще абстрагироваться от сборной? От сборной просто футболист. Вообще в мире. Есть человек, который вы смотрите и думаете, вот, ммм, похож на меня. Нет, такого нет. Единственное? Нет, серьезно, да. Я даже об этом не задумывался как-то. Потому что не буду про себя говорить, что он в единственном числе, роди, да, таких похожих нет. Ну, может быть, и есть, не обращал внимания. Константин, вот вы сейчас работаете с молодежью много. И есть такой момент критики многих болельщиков в адрес сборной, в адрес Черчесова, что он не так много берет молодежи, как хотелось бы. Там говорят про Фею Чалу очень много, там про многих других молодых игроков. Вот как вы считаете, все-таки в этой сборной нужно делать акцент на молодежи, или все-таки дать вот таким опытным игрокам, как Дзюба, попылить? Здесь вопрос в том, что в сборной России это пик, пик всего. Здесь должны играть сильнейшие футболисты. Не молодые, не средние, не старые. Здесь должен быть играть сильнейший футболист. Если сильнее Чалов, Дзюба, то будет играть Чалов. Это без сомнения. Но, как мы все видели, молодежная сборная наша выступила не совсем удачно, или пока выступает, да, там у них идет в турниры, отарлисток наравне с командами, с некоторыми. Поэтому тут говорить о том, что кто-то уже поджимает сюда, не приходится. Естественно, Черчесов же не враг себе. Он же видит, все анализирует, смотрит. Если футболист появится какой-то, который сильнее, способен составить конкуренцию основным игрокам сборной России, я думаю, он с удовольствием сразу заберет к себе. То есть вы как тренер приветствуете, что в сборной не должно быть такого, что даже игрока какого-то 18-летнего, ну, не знаю, в советские годы же было такое, что иногда некоторые брали на перспективу, чтобы люди почувствовали, или, как говорили, понюхать порох, многие всегда говорили. Можно взять на один-два матча, да, вот который мы вот сейчас задачу решили, выхода на чемпионат Европы. Можно пригласить одного футболиста, дать ему шанс, может сыграть какие-то, но это уже решение тренера, тренерского штаба. Поэтому так, да, все-таки все равно краеугольный камень должен быть не только сборной России, во всех командах. Во всех командах всех футболистов сборных, во всех командах чемпионата России играть должны сильнейшие футболисты, сильнейшие. Сейчас реформу проводит, вот Александр Валерьевич Дюков, да, там, лимит должен быть обязательно, один-два футболиста в ФНЛ выступать определенного года рождения, два-три футболиста в ПФЛ должны выступать определенного года рождения. Идет реформа, как пытаются, искусственно вот так футболистов молодых, чтобы их ставили, 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 чтобы посмотрим, куда это приведет. Потому что надо, надо реформу проводить, она не может провестись за один-два года, нужно дать время, а у нас, как всегда, времени никто давать не собирается. Поэтому посмотрим, как справится, не справится Дюков с этим. Вопрос, который мучает многих. На примере того же Головина, человек уезжает в достаточно молодом возрасте за границу, в не самый простой чемпионат, особенно учитывая, что человек такого амплуа, и через год приезжает и становится лидером и главным креативщиком сборной. Свидетельствует ли это о том, что молодым надо уезжать? То есть, если они чувствуют в себе уверенность в своих силах, если у них есть желание делать карьеры? Или все-таки вот это наше, что нужно сначала пообтереться, поиграть там, не знаю, два сезона, закрепиться в основном составе топ-клуба? Наверное, воздух Монако на него так действует, что там очень комфортно, наверное, жить. Поэтому это, например, не реал соседа, где нужно там доказывать, не то, что доказывать, где нет развлечений. Это я ничего плохого не хочу сказать про соседа, но Монако все-таки лучше. Здесь палка о двух концах. Вот мне вот тоже предлагали поехать за границу и играть после чемпионата Европы 2008 года. Я сказал, ребят, мне 31 год. Я один год только сыграл в «Зените», и мне уже поздно ехать без языка и без ничего. И я сказал, я не поеду. Все. Ну, Головин поступил очень отлично. Здесь мы тоже не знаем всей ситуации, да? Почему его отпустил Гиннер? Думаете, Гиннер не хотел его держать, чтобы играть в Лиге чемпионов? Хорошо, деньги зарабатывай. Тоже здесь как бы. А предложили бы потом на следующий год там. Ну, много факторов мы не знаем. Может, ему сказали, Александр, езжай в Монако, все, или ты здесь вообще играть не будешь. Мы не знаем. Может, заставили. Мы не знаем. Головин рассказывал про это что-то, Что он с удовольствием поехал в Монако, да? Я так хотел там прогрессировать, чтобы через год вернуться в сборную России. Мы тоже не знаем. Но, естественно, если человек уезжает, мы же много примеров знаем. Вот сербы, хорваты. Они растят футболистов 18-20. Все, продали, поехали. И люди играют, да? Это отличный вариант. У нас по-другому устроена система в клубах. Мы хотим, чтобы наш игрок здесь был. Мы не хотим ему давать ни машину, ни квартиру, но он наш, он будет здесь. Ты же здесь вырос, они говорят. Ты же здесь вырос, ты же здесь вот-вот, твоя семья здесь. Смотришь, а иностранцы получают в 10 раз больше. Ты говоришь, ну я же местный. Да потерпи немножко, все у нас скоро будет. И человек потом 30-35 заканчивает. И все. Может, стоит уезжать, конечно. Нет, там пример того же Караваева, например, или Камаличенко, которые не боятся уехать, не попадая даже в основные составы клубов, средних, мы не говорим даже про Топовых. И потом возвращаются сюда, и ты смотришь и думаешь, ребята там за год два делают прогресс. Не знаю, не все удачные примеры, есть люди, которые там не достигают уровня, но вот эти конкретные примеры, два человека, которые в этом отборочном цикле попали в сборную из заграничных чемпионатов. Черышев, каким бы он ни был, ломается, не ломается, травма, но все равно возвращается, и мы видим другой уровень. Как раз вот речь о том, что это поколение этих ребят, которые не боятся уезжать, может создать как раз новые правила в российском футболе, которые могут помочь будущим, тем, кто идет за ними, тем, кому сейчас 15-16. Я не думаю, что это создаст какие-то правила. Я думаю в том, что просто у Черчесова нет выбора в российском чемпионате. Ему приходится смотреть даже туда. Ну, не просто же так, Жирков уже играет сколько лет, играет лучше, да? Вроде бы найдите уже левого защитника. Сколько Жиркова? 36? Уже лет 10 ищите левого защитника. Так нету. Я думаю, Черчесов с удовольствием бы взял футболиста такого же уровня или сильнее. Взял бы из российского первенства уровня футболиста Черышева, но неподверженному травмам. Комниченко я не видел, я не знаю, за него сказать не могу. Поэтому тут тоже. Не могу не задать этот вопрос. Вам не кажется, что просто Жирков лучший игрок последнего десятилетия России? Десятилетие. Давайте сразу. 30-летие. Как вы думаете, вот вы тогда, ну, вы как носитель рояля и все остальные все парни вместе, вы влюбили людей в сборную. Сколько критиковали, сколько говорили. Вы дошли до полуфинала, выиграли бронзу. Сейчас наша сборная дошла до полуфинала чемпионата мира. Четвертфинала. Ну, дошла до полуфинала. Будем считать. Будем считать, что дошла практически, да. Какую сборную любят больше? Ту или эту? Ну, вы знаете, любят сборную, которую выигрывают. И ту любили за то, что они показали начинать Европы. И эту любят, потому что заняли пятое место. Я так считаю, потому что мы самая лучшая команда среди четвертфиналистов, единственное, сыравшая в ничью. Остальные все три проиграли. Мы пятый, остальные все там шестой, седьмой, восьмой. Тоже влюбили в себя. Вышли начинать Европы тоже. Ну, вы знаете у нас народ какой, болельщики какие, что от любви до ненести один шаг. Чуть оступица, раз, два, три, все, сметут. Думаете, что если схода то же самое может прижать? Может, может. Это произойдет с любой сборной, с любым тренером. Это не зависит. Это у нас в стране. Мы народ такой суровый, импульсивный. Наверное, последний вопрос, даже не вопрос, а пожелание. Вот, если бы вы могли сейчас обратиться к ребятам перед завтрашней игры, что бы вы сказали? Я бы им сказал так, ребята, спасибо вам, что вы вышли на Евро. Это будет праздник для всей страны. Все, ребята зааплодировали, Констингер Ильич, классно, все встали, обнялись такие, раз, так, Констингер Ильич, ну просто классно сказали. Как ты думаешь, наш последний рубеж сборный в нормальных руках? Сейчас только гонят на Гелеме, говорят, ошибся, раз, ошибся, два. Я думаю, показатель как раз, что на него никто не гонит, и это обнадеживает, что он не будет завтра нервничать, если, конечно, Слав Соломыч его поставит. Никто не гонит, ты твизер открой. Э, Гильерма ошибся. Кто? Кто? Конкретно, назовите файл, Алексей, я журналист, я привык. Ты понимаешь, я смотрю кого-то спросишь, то есть, если спросишь болельщика Спартака, он тебе скажет, поставьте Максименко, если спросишь болельщика Зенита, он скажет, поставьте Лунёва. Ну, давай спросим того, кто знает об этом все точно. Сразу понимаешь, куда ты пришел, да? Вот они, все легенды. Вячеслав, огромное спасибо, что согласились с нами встретиться накануне такого потрясающего интересного матча. Вот ваши ощущения. Березнаджа. Мы сейчас играем с такой командой первой в мире. Но, скажем так, ощущения, они такие двоякие, потому что сейчас я уже не футболист, и, естественно, мысли сейчас другие, ты уже смотришь на такие матчи даже не как болельщика, как больше специалисты, и, наверное, хочешь увидеть красивый футбол, посмотреть, кто как сейчас выглядит в какой форме. Ну, и тем более, что такого принципиального значения матч не имеет, потому что обе команды решили свою задачу основную, и сейчас будет уже противостояние именно, кто окажется выше в конце этого группового этапа. И я ожидаю, что матч будет бескомпромиссный, интересный. Да, мы понимаем, что мы играем против сильного соперника, одной из лучших в сборной мира, и нужно постараться и показать все, на что мы способны. Тот факт, что он в Питере, насколько значим лично для вас? То есть, новый стадион, ключевой матч, и есть еще все-таки возможность, я не соглашусь, потому что есть возможность занять первое место и первый пассив получить. я имею в виду, основная задача выполнена, то есть, мы на чемпионате Европы, самое главное, а естественно, мы боремся за первую-вторую позицию, это понятно. Для меня, как петербуржцы, это возможность посетить матч и прийти на стадион, действительно, великолепный стадион, с точки зрения, наверное, болельщиков, в первую очередь, с точки зрения игрока, не могу сказать, потому что, к сожалению, не удалось сыграть на этой прекрасной арене, но знаю по ощущениям, по разговорам, что и на поле чувствуется атмосферно, все очень качественно, поле, в принципе, всегда в хорошем качестве, для игроков тоже очень важно. Там тепло еще. И, безусловно, конечно же, самое важное отличие от других стадионов, есть крыша, и можно играть круглый год с кем угодно, когда угодно. Вот, и в моем случае буду наблюдать со стадиона, и получать эстетическое удовольствие. Сейчас очень много, мы как раз с Альбом обсуждали до того, как к вам прийти, очень много критики льется в адрес номер один нашей сборной. Нынешний. Нынешний, да. Соответственно, улыбчивого бразильского парня Гильерна Маринато. Видел его на прошлой неделе на презентации форума. До этого, вроде он на месте у него была, вроде все у него спокойно. Вы как считаете, вот эти две ошибки, которые у него были? Самое главное для вратаря не подавать виду. И он это умело делает. Безусловно, внутри его все там крутится, вертится переживание, и понимает, что все будут за ним смотреть через призму этих ошибок. Но в том-то, наверное, и уровень вратаря, если он сможет с этим справиться, если он преодолеет это, и каждый следующий матч он будет доказывать, что это были случайности, то он будет становиться сильнее. И в моей карьере были такие же эпизоды, когда меня, мягко говоря, поливали, если можно так выразиться, но ты что, брал себя в руки, не смотрел, ничего не читал, не слушал, выходил, тренировался и доказывал, что ты номер один. и не знаю, какой будет сделан выбор в пользу кого основного вратаря в матче против Бельгии. Я думаю, что Гильермо будет играть, и он должен показать, что это были случайности. Чисто по-вратарски, вот если судить по качеству игры, Гильермо – это лучший вратаре России сейчас или нет? Без последних матчей? Вообще. Не опираясь на какой-то конкретный результат, на какую-то конкретную ошибку, а вот вообще, вот он сейчас тот человек, который должен... Наверное, в 19-го уровня. Наверное, если так вот в совокупности взять, все, я думаю, что да. В совокупности. Клуб, то есть тренировочный процесс на высоком уровне проходит, международный матч, то есть практика. Уровень соревновательности и подготовки к играм в сборную, он выше, чем у вратаря, который играет в клубе, который не имеет еврокубкового опыта именно в короткой здесь дистанции. В любом случае, положительный или он отрицательный, это в соотчасти даже и хорошо. То есть отрицательный, пусть он пропустит там, то здесь он сыграет надежнее. Нет вратарей, которые не совершают ошибки. Таких не существует. Вопрос только, делает тот, он раз в три играет, в 10 или в 15 и в 20. И где это происходит? В сборной, в клубе, в клубе, там, на Кубок России или это в чемпионате за борьбу, за первое место. То есть все это очень сильно влияет. Судьба это, не знаю. Уровень подготовки, тоже не знаю. В моем понимании, скажем, идеальная такая формула, при которой вратарь совершает ошибку в голевую, это где-то там раз в 15 матч. И желательно, чтобы эта голевая ошибка не была результативной с точки зрения конечного результата. Не могу не спросить в свете этого спокойствия Гильермо последний слух последней недели о том, что Игорь может вернуться и сыграть в финальной части Евро. Я считаю, что это возможно только в двух случаях. Первый, когда будут травмированы все вратарей, у которых есть определенный уровень. Это раз. Второй это если они будут играть в чемпионате или еще где-то очень-очень плохо. И вот чтобы это произошло, это шанс минимальный. Поэтому если мы говорим о математических шансах, произойдет это или нет, то в моем понимании это практически нереально. То есть уходя, уходи? Нет. Дело не в этом. Я думаю, что Игорь все равно когда уходил, ну, так же, когда я разговаривал с капелло, когда я завершал, приостанавливал карьеру, да, я сказал, ну, тема слова, которые были очень важны. Немножко у нас ситуация с Игорем разная, да, но я сказал, что я всегда буду готов вернуться. То есть в случае возникновения, то есть если я буду нужен сборной, если произойдет что-то такое, и я буду нужен, я приеду. Но, как бы, я не готов в определенном своем возрасте, когда ты уже добился своего уровня и вроде как бы выиграл конкуренцию, и тренер определяет другого основного. То есть я не готов тратить свое, как бы, говорится, не то, что время, да, ну, как бы, не готов дальше. У меня нет уже времени футбольного, чтобы выиграть у него конкуренцию. И я понимаю, что вот эту цель я уже не достигну. А если ты ее не достигаешь, ты теряешь мотивацию. У Акинфеева есть такое качество, он не любит, в принципе, конкуренцию. То есть любой вид конкуренции, наоборот, его нервирует. То есть у него должна быть такая уверенность, да, что он играет. Ему там никто там не, как говорится, на тренировке не пытается там его подзади толкнуть или еще что-то в игре там не сидит на скамейке запасных и там втыкает в куклу что-нибудь, чтобы он там пропустил или травмировался. Поэтому, по большому счету, этот баланс выдерживался долгое время. Да, тогда, когда были у Игоря травмы, приходилось играть либо там мне, либо играл Габулов в свое время, но Игорь провел большое время за сборную. И то, что там не было такой вот, как сказать, прям качественной конкуренции или там прям взаимозаменяемости, это наоборот было к лучшему для Игоря, потому что он и в ССК в принципе не имел и не имеет в принципе конкуренции, даже сейчас. И тогда, когда я не играл, я прекрасно понимал, что для хорошего и позитивного момента для вратаря нужно его просто, Игоря нужно просто не трогать. Ему не надо было поддержки, там, давай, давай, ну тут как бы в рамках этого, конечно, но ты знал, что он выйдет и он сыграет. И вы знаете? Я знал, но я, безусловно, как любой футболист, который имеет, скажем, желание играть, конечно же, не желая зла, ждал своего часа. Вообще, преобразилась команда за последние два года, не ожидали такого и говорили, что у нас нет футболистов, вроде как, и они совершенно другие. Какое впечатление, вот когда смотрите как обычный болельщик, а все-таки не как футболист, хотя и понятно, что борется где-то это внутри, тем не менее. Вот какие эмоции вызывает сборная сейчас? Если проводить параллели с прошлыми сборными, ну вот еще два года назад даже, да. Ну, в любом случае, мы будем судить или, скажем так, сравнивать, наверное, с предыдущими результатами, которые добились. И, конечно, бронзовая медаль 2008 года, хороший успех. И нынешняя сборная показывает, что в потенциале она может как минимум повторить это. Но, безусловно, это футбол и играют мелочи, нюансы. Я думаю, что сборная России при наличии нынешних игроков вполне может бороться. Но мы прекрасно знаем, что есть определенные нюансы или, я не знаю, если даже оценивать все сборные, которые будут принимать участие в чемпионате Европы, то по совокупности есть такие измерения, да, сила, стоимость команд. Если сосчитать, сколько стоит наша вся сборная и сосчитать другие сборные, то мы понимаем, что мы в разы, скажем, дешевле стоим. Понятно, что это не основной параметр определения, но есть в Лиге чемпионов он в какой-то степени работает, да, то есть команды, у которых собраны лучшие футболисты, а лучшие футболисты соответственно стоят больших денег, они добиваются лучших результатов, чем другие. Но все-таки я считаю, что какой-то вот этот позитивный дух, который сейчас присутствует в сборной, мне кажется, что в какой-то части как-то сказать наша страна собирается с мыслями совместно, тем более, когда есть хоть такая небольшая вера, и если команда ее немножко подкрепит результатами, возможно, даже непредсказуемый какой-то результат. Надеюсь, в хорошем смысле. Ну, а пока Лева пошел причесать свою гриву или там перышки перед матчем, я не знаю, что там они делают, я решил заскочить на брифинг Алексея Сорокина, того человека, который, собственно говоря, организовывал, ну, был в главе организации Чемпионата мира и автоматически начал организовывать Евро 2020. Интересно, что он скажет. Я так понимаю, что я единственный человек буду там с камерой, так что поехал. почему Санкт-Петербург принимал матчи Кубка Конфедерации и Чемпионата мира. Думаю, такой вопрос не стоит. Чемпионат мира, я думаю, что ответа не требует. Почему Санкт-Петербург на Евро, понимаете, тогда, когда делалась заявка, мы почувствовали больше симпатии именно к Санкт-Петербургу со стороны администрации и руководства УЕФА, нам надо было предложить город, который победил бы. потому что была большая конкуренция. Мы как-то тогда, когда формировали заявку, почувствовали, что больше расположения вызывает именно Санкт-Петербург. Я ни в коем случае не хочу сказать, что не победила бы Москва или другой город, но вот тогда есть всегда в любой заявке что-то, есть формальная часть, а есть такая более интуитивная. тогда мы на наш взгляд правильно сделали ставки и в общем подтвердилось, что это отражает намеренные администрации УЕФА того времени. Парам-пам-пам! Ну что, мы пришли? Да, мы возвращаемся. на футбол, на стадион, а я возвращаюсь, знаешь, как говорят англичане, «a trip down memory lane». Когда... Опа! Вот так вот. Суровый парень. Бывает и такое, да. Как говорится, «a trip down memory lane». Когда ты начинаешь вспоминать, на тебя, знаешь, это ностальгия нападает, накатывает, да. Вот здесь прекрасные же были воспоминания на этом именно стадионе. не самый, наверное, конечно, интересный матч в истории мирового футбола. Я здесь смотрел под названием Франция-Бельгия. Это который по нулям завершился? Который 1-0. Франция выиграла, высушила игру и вышла в финал. Нет, это прекрасный был полфинал, прости. Я не думал. Ну, я тебя умоляю, господи, какой же это был полфинал. Нет, по-моему, это шикарный футбол было и гол, прямо звон, я слышал этого гола. Но я был здесь еще и на другом матче прекрасном, который, собственно говоря, Россия и Египет, когда мы выиграли. Я могу тебе рассказать шикарную историю, потому что я познакомился в поезде с египтянином и он прилетел, если мне не ошибаюсь, из Арабских Эмиратов, где он работает, и ехал на бесплатном поезде, и он не обещал, что он придет запрямиться. Естественно, мы с продюсерами очень долго обсуждали, где это должно быть, во сколько, почему нельзя опаздывать, потому что прямой эфир, ты как никто знаешь, что должно произойти, потому что только что почти не опоздали на прямой эфир. Было дело, да. И в итоге пошел ливень, человек не отвечал, позвонил, сказал, что я не знаю, как его пройти, вообще мокро, я искал зонт, потом я его все-таки привел, мы попрямились, но я был с ног до головы, и, наверное, я был единственным журналистом, который сушил носки на матче России-Египет, сидел босиком, продрог, и наша коллега Ксения Рахновская таскала мне чай. Замечательно, у меня была похожая история, потому что я попал под тот же самый ливень, находясь в фан-зоне, куда меня поставили работать на прямой эфир. Я говорю, ребят, идет ливень, они говорят, не-не, все, нам нужен эфир, выходи в эфир. Ливень пошел не просто ливень, а такой, знаешь, настоящий тропический, когда просто стена воды падает от тебя, как ведро опрокидывать. Нельзя было 20 метров пройти, потому что ты в любом случае уже был насквозь. В общем, у нас сгорела камера, я позвонил в офис, сказал, ребят, ну я остался в фан-зоне без камеры, что мне здесь делать? Я говорю, езжай на матч. Я приехал, зашел на десятый минут первого тайма, потом начали лететь голы и все прочее. Но смешнее было даже накануне. Ты рассказывал историю про египтянина, который приехал. Так вот, я, значит, накануне этого матча иду по улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге. И тут неожиданно мой старый приятель, египтянин, живущий в Лондоне. Не привет, ничего. Просто в WhatsApp скидывает мне локейшн. Я открываю локейшн, понимая, что это в 30 метрах от меня. И это бар. Ты рисковал не дойти до матча. Я захожу, мы начинаем там, естественно, вниматься, целоваться, потому что мы давно не виделись, там, значит, все дела. Он говорит, ну ты что, будешь что-нибудь пить? Я говорю, ну, ну да. Я как-то был удивлен, тоже меня египтянин спрашивает, буду ли я что-то пить. Он говорит, ну что тебе заказать? Я говорю, ну тоже что и себе. Он подходит к барной стойке и заказывает текилу и виски. Я говорю, то есть мы как будем текилу и виски запивать, что ли? Он говорит, да. Я говорю, другого варианта не будет. Я говорю, друг, ты же египтянин. Он говорит, так Аллах же не видит, посмотри на это пасмурное питерское небо. Вот это был, конечно, шок-контент просто. То есть, если бы он прожил здесь месяц, его возвращали, я чувствую, мы, естественно, пришли на потрясающий стадион, красивый, который похож на летающую тарелку. Летающую тарелку, да. Может быть, он когда-нибудь улетит, кстати. Ну все, пришли мы непосредственно уже к летающей тарелке. Знаешь, я очень часто на всяких разных западных СМИ, когда давал комментарии по поводу именно Петербурга, по поводу вообще Евро, Чемпионата мира здесь и на Финалу Лиги Чемпионов, всегда говорил одну простую вещь, что самое худшее, что есть в стадионе Санкт-Петербург, это вот это. Когда тебе надо со всей аппаратурой просто такой путь проделать. Ну ладно, у тебя-то аппаратуры не так много, я бы сказал все-таки. Ну, слава богу, сейчас все стало мобильно, но я помню, когда мне по этой вот самой лестнице, вот здесь, приходилось раз в пять или шесть за матч бегать туда-обратно, потому что позиция прямого эфира была у нас вот там. Зато какие накачанные ноги, девушки не пройдут мимо. Ой, ну спасибо тебе, конечно, но это все равно, конечно, такая кардио... Летом, летом бегаешь же, все-таки не зима. Кардиоразгрузка. Но на самом деле, как бы, тогда еще даже никто не ожидал и не мог предположить, что вот этот стадион по сути станет, наверное, уникальным, да, в каком-то смысле, в мире. Ну, учитывая все последние события, извини, что перебивают, явно никуда не денемся. Чемпионат Европы и финал Виги чемпионов. Четыре больших турнира за четыре года. Да, обычно, обычно, конечно, UEFA и FIFA стараются продвигать и новым стадионам какие-то преференции дают. Несмотря на то, что это все происходит и выборно, все тебя трясет, даже отдыхки нет, по-моему. Ну, ладно. Такое. Ну, да. Да, кажется, что это классно, на самом деле. А самое главное, что сколько было поноса, да, и говны бурлили. О, построили дорогой стадион. Вот так вот. Теперь дорогой стадион войдет в историю. Ну, без сомнения, я думаю, что, да. Если взять какую-нибудь книгу рекордов отбола, то по части турниров, которые он успеет принять за короткий срок после момента, как его построили, без сомнения. Я думаю, что... Ты вспомнишь сходу стадион, который принимается? Нет, нет, я сегодня пытался даже прогуглить это. Мне кажется, что... Такой срок нет. То есть достаточно просто. Еще остался только суперкубок, насколько я понимаю. Ну, тоже не за горами, я думаю, дело. Почему бы нет? Да, да. Сейчас уже двигают суперкубок в разные места, да? В Кардив, там, и так далее. Почему бы и не здесь? Давай, 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 давай. Сейчас попытаюсь доставить. Давайте. Спасибо. А, вот и он. Здравствуй, что вопрос? Да, да. А, ну, позиция тоже хорошая. Самое главное, ребята, посмотрите, можно раздеться, потому что... Что? Правильно. Глебно! Куча из-за чего груши. С крышей! Она закрыта. Сейчас, лякоть. Слышно. Слушайте, а я не вижу, чтобы только что-то страфическое происходило. Ты... Тебя волнует, что мы проигрываем четыре одержания? Да нет, совершенно нет. Я как раз вот в том лагере людей был, которые относительно спокойно к этому матчу относились. И рассматривали его как какая-то лакмусовая бумажка. Блин, ну, понятно, что пропасть в классе между двумя командами, она огромная просто. просто, я не знаю, она такая же большая, как плечи Роману Лука. Понимаешь? Ну, хорошо, что плечи, они что-то другое. У нас все спокойно. Да, у нас все спокойно и эфир спокойно, но замечу, что боленщики продолжают поддерживать. Да, кто-то ушел. Сейчас в основном, опять и получим. Спасибо. Виля! Спасибо, Маринато! Мне кажется, что вот сейчас какой-то, ну, то есть забегали, приятный характер, вышли молодые, которые хотят что-то доказать, попрыгать, как говорят, позликами побегать и копытцами постучать. Да, доборолись. Не получалось, да, несколько атак было, когда могли, но доборолись. Джиги прибежал на место правонападающего, практически, тоже показатель. Я тебе знаю, что хочу сказать, конечно, почему мне нравится сборная Бельгии, категорически нравится сборная Бельгии, потому что все матчи Бельгии, на которых я был практически, кроме Франции, вот той самой, здесь, на этом стадионе, куча голов. А что в флуболе самое главное? Это голы. Вадим, не всех с тобой не согласится после последнего вашего Уфы. Да, это да. Не, блин, в Бельгии, Тунисе, я помню, семь голов в матче, это просто было, конечно. Те же, предположить, что они, конечно, играют по старой бразильской системе, вы сколько сможете, на сколько захотите, сложно, но они действительно настолько высокая эффективность, что один из двух моментов превращается в долг, при этом сложно сказать, что они вообще сегодня играли в футбол. Так. Реально, такое ощущение, что они отдыхают, приехали в сборную отдыхать, в отличие от клубов, где их заставляют пахать. Эх, иди вы к Ориге, на поле не выйдет. Моя личная трагедия, да. Наши ошибки, может быть, это даже хорошо, что ты такая пощечина нам. Четыре мы еще не пропускали. Есть теперь, зачем подумать, потому что, наверное, вот этот уровень чемпионата Европы, чемпионата мира, это топ-команда, с которой малейшие ошибки, вроде, даже во втором тайме, как вы говорите, они особо, ну, понятно, мы знали, что у них очень сильные контратаки, и в каждой контратаке практически это что-то не привело к голове, поэтому обидно, что каждый, практически каждый удар залетел, так бывает, наверное, но через это мы тоже пойдем, и поражение тоже хорошо. Этот матч показал, что против именно таких топовых сборных мы можем играть только так, как играли с Испанией чемпионата мира, то есть строго от обороны, три защитника, то есть мы не можем играть с ними на равных на встречных курсах. Возможно, это надо проанализировать, я сказал, что на хорошую пищу для размышления мы проанализируем, возможно, нужно будет так же играть в пять, как они играют, они три всегда в зале, и обороняются, в принципе, семь человек, три человека всегда ждут контратак, в принципе, на что готовились, что они контратак безопасны, два или три мяча пропустили, как раз, на контратак и стандартов особо у них не было, и это не дают играть, что самое обидное, самое обидное, что показалось, что есть шанс, и тут же они пац, пац, в лаголу уже, 2-0 уже, и уже тяжело. Сегодня мы знали, фронт, это будет тяжело, Я думаю, что после уничтожения в первую игру, они уничтожили каждую игру. Я думаю, это хорошая performance. Конечно, мы могли бы играть немного лучше в 2-1, но если вы уничтожили в России, уничтожили в 1-4, то уничтожили. Когда Кевин и Айден, вы играли как-то, то есть не многие команды, вы не сможете уничтожить? Нет, я думаю, что мы имеем в виду, как мы хотим играть. Они хотят уничтожить нас, потому что они были дома, и уничтожили за ним. Я думаю, что мы сделали очень хорошо. В моменте, когда уничтожили, уничтожили очень хорошо. И тогда, да, это будет уничтожение. Слушай, не знаю, может, конечно, я не прав, может, я слишком позитивный, оптимистичный чувак, но мне как-то даже на них ругаться не хочется. Но Бельгия просто настолько хороша была. Не, ну а как ругаться? Почему должны ругаться? Не, ну сейчас наверняка будут ругаться, все опять будут в Twitter начнут гадить, и говорить, эээ, сборная давно, да-да-да, потому что у нас как-то так все. А клюви на ненависти один шаг тебе Костя Зырянов сказал вчера? Ну, сказал, но мне кажется, что не будет. Ну, будет такая, скажем, масса, которая хочет от сборной чего-то необразимого, но я, как вот в случае со Спартаком писал, который сейчас пытается перестраиваться, в котором нет вообще игроков, которые могут играть на приличном уровне, там, в Лиге Европы, простите, мы еще не доросли до этого. И то же самое со сборной, у нас есть там два с половиной игрока, которые имеют какой-то хотя бы приличный опыт. Все остальные это трудяги, которые в какой-то момент могут выполнять установку, но прыгнуть выше головы, ну, не получилось у нас сегодня. Ну да. Ну ладно, ничего, я думаю, что еще может прыгнуть. Прыгнуть на зок. Не, ну давай надеяться, что прыгнут и не разок, но, возможно, и тактика не там, возможно, Черчесов сказал, что, ребят, сегодня играйте от души. Да, это не Испания. С Испанией стояли в обороне и вот прошли, да. Но сегодня пенальти не было. Может быть, поэтому... Вот такая у нас душа русская, широкая, как дыры в нашей обороне сегодня, да. Особенно третий гол, когда этот пас, который разрезал просто нахрен всю вообще оборону, мне кажется, что они приглашали, может быть, выпить там вот в этот момент, потому что, ты знаешь, как дорога была действительно такая. Вот заходите, гости дорогие. Все-таки культурный форум накладывает отпечаток, и культурная столица, она венчает. Это оборочный этап. По-культурному нас сегодня отделали, да? Да, да, по-культурному. Вот это отличный заголовок. Заголовок отличный. Еще один заголовок есть. Хотя бы было много голов. Ну... Доржество футбола. Нет, ну давай объективно, что кто-то пришел посмотреть футбол, в том числе на сборную Бельгии. И я уверен, что есть болельщики, там какая-то часть, я не знаю, сто человек, которые пришли получить удовольствие от футбола, прекрасного в исполнении звезд. Ну а сборная Бельгии звезды играет, и мы не можем с этим даже поспорить. Не без этого. Ну ладно, в общем, в следующий раз мы вернемся, наверное, в Санкт-Петербург уже в следующем году, в июне. Ну, по крайней мере, на этот стадион-то точно. Не знаю, у нас есть еще шанс 2 декабря посетить «Зенит Спартак». «Зенит Спартак», да? А это чисто российское уже выяснение. Нет! И там можно будет нормально снимать на трибунах. Ха-ха-ха! Ой, этого нельзя было говорить, да? Ладно, друзья, пока, спасибо. Подписывайтесь, шерите, лайкайте. Очень много будет контента. Кстати, полное интервью с Константином Заряновым и Вячеславом Малафеевым тоже на этой неделе можете ловить. Так что любопытно мы с ним пообщались, мне кажется. Счастливо! Да, наш дебют с Львом Савари, мне кажется, вполне себе успешен. Пока! Спасибо, счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok